СПОНСОР ПРОГРАММЫ ЭЛИТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНАЯ И УЗИ ДИАГНОСТИКА ВЕТАПТЕКА ЕЖЕДНЕВНО С ДЕВЯТИ УТРА ДО ДЕВЯТИ ВЕЧЕРА Герои сегодняшней программы Элита – это африканские ёжики. Почему-то, когда я шла в гости к заводчикам африканских ёжиков, считала, что они должны быть непременно тёмного цвета. Ну, видимо, Африка у меня представлялась именно в тёмном цвете. Оказалось, что ёжики достаточно светлые, они меньше обычных лесных ёжиков, порода искусственно выведенная и, в общем-то, надо сказать, что в России не сильно уж распространена. В посаде знаю только одних заводчиков, у которых живут африканские ёжики, а вот в Москве такие питомцы уже достаточно распространены. Итак, что же мы узнали об этих зверьках сегодня, будучи в гостях в этом гостеприимном доме? Узнали, что всё они пробуют на зуб. В частности, сейчас активно Маша пытается откусить кусочек моего платья. Не знаю, зачем ей это нужно, но это характерная особенность. Поэтому выпускать ёжика, что называется, в свободное плавание достаточно опасно. Говорят, грызут всё, что попадается на зуб. Поэтому жизненное пространство ёжиков необходимо ограничить клеткой. Именно вот в клетку мы сейчас с вами и заглянем. Итак, Маша у нас живёт в клетке, в которой есть всё необходимое. Впрочем, конечно, как и Миша, который активно сопит в своём доме. Итак, в клетке обязательно должен быть дом. Заводчики со стажем рекомендуют следующее. Чтобы дом непременно был с крышкой, которая поднимается. Таким образом, удобно заглянуть в дом, если вдруг ёжик долго не выходит. Или, предположим, у ежихи потомство. Можно всегда посмотреть, что же там с маленькими ежатами. Хотя, как показывает практика, примерно 2-3 недели после родов маму и малышей лучше вообще не беспокоить. Ежиха может съесть своих ежат, так же, как крольчиха съедает иногда своих крольчат. Вот Маше что-то там в доме не нравится, что-то она активно роет. Закроем её крышкой, пусть она не переживает. Помимо всего прочего, в клетке должны быть две миски. Одна миска с едой, другая миска с водой. В принципе, миску керамическую можно заменить автоматической паилкой. Но вот Машка и Мишка привыкли пить именно из открытых мисок. Колесо также неотъемлемый атрибут клетки. Вот такое колесо, достаточно большое. Наверное, тоже используется для морских свинок, если я ничего не путаю. Активно упражняются ёжики в колесе. Главное, чтобы не очень широкие были отверстия. Иначе ежиная лапочка может попасть и ёжик может травмироваться. Обычно для колючих подопечных приобретают клетку, как для морских свинок или кроликов. Ежиные лапки предназначены для хождения по ровной поверхности. Это стоит учитывать при подборе жилья. Прутье на днище не самый удачный вариант. Наполнитель опилки в самой оптимальной, разной крупности. Мы видим, что у Маши опилки поменьше, у Миши покрупнее. Самое главное, чтобы они были без запаха, без ароматизаторов. То есть самые обыкновенные опилки. Отдельно стоит остановиться на кормлении ёжиков. Почему-то из моего детства, мне кажется, что ёжики непременно должны пить молоко. Во всяком случае, когда вдруг к нам в дом попадал ёжик из леса, то мисочка молока оказалась, что мы его облагодетельствовали. Оказывается, молочные продукты для ёжиков африканских, а скорее всего и для ёжиков, которые живут в лесу, это далеко не самый полезный продукт. Стул может существенно измениться, что не принесёт радости владельцам. Оказалось, что самое лучшее – это покормить ёжика сухим кошачьим кормом супер премиум классов. В качестве лакомства подойдут фрукты и овощи. При покупке ёжонка обязательно спросите у заводчика, чем он кормил малыша, и что рекомендует в качестве презента иголичному. Во всём остальном ёж, в общем-то, неприхотлив. Нет никакого запаха. Если своевременно менять подстилку, подстилка меняется раз в две недели. Что ещё? Мыть ёжика в привычном нам смысле с шампунем и под краном не надо. Хотя вот Машка, говорят, в общем-то, иногда не против искупаться в тазике с прохладной, тёплой, ну, с водой комнатной температуры. На свет ёжики появляются без колючек, но уже на второй день они начинают выделяться на тельце малыша. Самое главное всегда прислушиваться к совету заводчиков. И когда вы придёте, то лучше всё, что вы узнали в интернете, ещё раз переспросить у заводчика, потому что иногда, к сожалению, всемирная паутина даёт далеко недостоверную информацию. Лучше всё-таки опираться на опыт тех, кто живёт с ёжиками уже не один год. При хорошем уходе ёжики живут до 8 лет, так что если вдруг вы решили, что этот питомец – это то, что вам нужно, тогда смело можете искать объявления о продаже ёжиков, получать рекомендации и жить долго и счастливо вместе со своим колючим другом. Ёжиков можно обучить, они откликаются на кличку, приучаются к рукам, но единственное, что, конечно, делать это тогда нужно буквально с самого раннего возраста. От мамы ёжик отрывается не раньше, чем в полтора месяца, потому что до этого времени он пьёт материнское молоко, закладывается база иммунитета, а вот через полтора месяца ёжика можно уже брать к себе домой и налаживать с ним контакт. На зоу дворе и на парке кочевник более 50 животных – собаки, верблюды, яки, ослики, лошади, козы и овцы. Хозяйство большое и требующее постоянной заботы. Важно не только правильно кормить, социализировать, но и следить за самочувствием. За состоянием здоровья наших питомцев мы следим очень пристально, так как нас посещает большое количество людей, очень много деток, поэтому все наши животные должны быть здоровыми и выглядеть чисто, ухоженно и опрятно. Ветеринары посещают нас по нашему графику хозяйства, берут определённые анализы необходимые, ставят определённые необходимые, опять-таки, прививки, ну и осматривают животных. Понятно, что за раз осмотреть всех жителей зоодвора невозможно, потому ветврачи вместе с заведующей зоодвором составляют план действий на год. Мы сегодня приехали в этнопарк «Кочевник» в деревне Морозово Сергеев-Пасадского района для проведения комплекса противоэпизотических мероприятий. Мы будем проводить туберкулинизацию верблюдам, якам, лошадям. Мы будем сегодня колоть вакцину против ринпневмонии, а также у верблюдов мы сегодня возьмём кровь на исследование для возможности их перемещения из этого района на мероприятие. Забор крови не вызвал у Алтай, так зовут этого верблюда, никаких эмоций. Фельдшер Госветслужбы провела манипуляцию быстро и профессионально. Взятие крови мы произвели для планового диагностического мероприятия на САП и САУРУ. Кровь у нас опечатывается, пробирки подписываются, запечатывается в сейф-пакет, выписывается направление на столько пробирок крови, сколько мы сегодня возьмём. Сегодня мы берём кровь у трёх верблюдов, которые у нас будут выезжать за пределы нашего района и подписываем направление в Москву. Кровь отправляется в Москву в лабораторию. Далее исследование на туберкулёз. Сегодня мы будем пользоваться вот этим безыгольным инъектором. Этот инъектор предназначен для внутрикожного введения. Здесь сегодня у нас туберкулин для млекопитающих. Им мы воспользуемся и взяли его для верблюдов для проведения аллергической реакции на туберкулёз. То есть вот как у человека делают манту, то же самое делают и всем остальным животным для исследования животных на туберкулёз. Он под давлением воздуха, он пробивает кожу и делает именно внутрикожную инъекцию. То есть он не пробивает через кожу, он именно внутрикожную пробивает. И как раз-таки человеку делают манту, делают внутрикожную инъекцию. Можно использовать иголочки, можно инсулиновые иголочки использовать, но всё-таки у крупных животных не такая кожа, как у человека. Приходится как раз-таки использовать такой безыгольный инъектор, который под высоким давлением пробивает именно кожу, и туберкулин попадает именно внутри кожи. Этим безыгольным инъектором применяют не только для проведения туберкулинизации, но и также вводят вакцину. Вакцину против сибирской язвы можно вводить с помощью этого безыгольного инъектора. Чтобы произвести туберкулинизацию этому прекрасному верблюну, нам нужно сначала выбрить шею в области средней трети до кожи, но не повредив целостность кожи. Место введения обрабатывается спиртом 75%. Маленькая шишечка. После введения маленькая шишечка остаётся. Оценку реакции мы производим через трое суток. Мы меряем кожную складку рядом с местом введения и меряем кожную складку в месте введения. Увеличение не должно превышать больше, чем на 0,3 мм. Работа ветфельшера не из простых. Нужно найти подход к крупным животным, некоторые из которых вовсе не рады человеку со шприцем в руке. На помощь приходят сотрудники зоодвора. Ослики и яки успешно вакцинированы. На очереди собаки. Перед вакцинацией мы должны осмотреть животное. Мы должны осмотреть слизистые животного. Осмотреть общее состояние животного, чтобы оно у нас было в порядке, его упитанность, его поведение. Проводим термиметрию, чтобы температура тела у нас была не повышена в момент вакцинации. Вакцинацию мелких домашних животных и крупных животных Сергеев-Посадская ветеринарная станция по федеральному программе проводит бесплатную вакцинацию против бешенства. Вакцинируют животных против бешенства раз в год. Если вашему питомцу тоже требуется поставить прививку, обращайтесь в госветслужбу. Клиника находится в Сергеевом Посаде на проспекте Красной Армии в доме 255Б. Поворот с Ярославского ЖСЭ к заправке «Роснефть» и прямо до клиники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин